Это новый участник нашей программы. Всем привет, друзья, с вами Олег Лейман на канале Найди свой рецепт. И сегодня у нас будет небольшой обзор. А, кстати, прежде чем делать обзор, хочу сказать большое спасибо за то, что вы активно отвечаете на вопросы. То есть я сейчас говорю спасибо именно тем, кто отвечает, потому что я целых два видоса, два видео задавал элементарные вопросы, и вы вообще никак не реагировали, вы просто писали спасибо, там, хороший рецепт и так далее, не слышали как будто меня... То есть вопросы были такого рода, мне было интересно, насколько много нас смотрят молодежи, кто такой, откуда фраза «Хулиганский пёс, что это значит?» Серёга, спасибо, Сергей написал, что это значит МС Хованский из песни «Батя в здании, пёс хулиганский». Вернее, не из песни, а из «Мата» он написал. Ну да, насчёт «Мата» я с тобой согласен, абсолютно, я эту тему с ним не разделяю. Но однако же стоит задуматься, да, почему у нашей молодёжи популярны эти персонажи. Может быть, это какой-то такой внутренний голос, или это как индикатор, какая-то красная лампочка, которая что-то значит, да, что если такие персонажи популярны. Может быть, не всё в порядке в мире, но это вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А мы сегодня будем делать обзор вот такой вот пиццухи. Мне очень понравилась пицца белорусская, мы недавно смотрели, белорусы делают вот такую пиццу. Мне очень понравилась рекламная сторона упаковки, я всегда обращаю на это внимание. И вот здесь видно, что колбаска хорошо нарисована, лук такие вот лежат, вот эти вот грибочки, моцарелла видно, что сыр расплавлен с кетчупом перемешан. Всё отлично, ребята, сделаны, молодцы, здесь они красавчики, не побоюсь этого слова. Вот 335 грамм, всего 146 рублей. Вообще за эти деньги, в принципе, нормально, я считаю. Вот баксик у нас тоже кадр такой, он всегда возле оператора где-то трётся, на багиру похож. И молодой, но пора бы и чей знать, потому что после него стол всё равно придётся мыть. Такой кошара, хочется же с ним массу лезть, иди гуляй. Вот, то есть 146 рублей за 335, в смысле 335 грамм, я считаю, это нормально. Кстати, опять же, чтобы не забыть, хочу сказать спасибо вам за комплимент. Кто-то написал, что мне без бороды лучше, я хотел тоже небольшой опрос сделать. И знаете, не надо вот это начинать, вот ты там будешь обзор или рецепт, или про бороду. Ну, не будьте замудными, реально, мне было интересно спросить насчёт бороды, потому что близкие, они никогда не скажут правду. Они всегда скажут, что ты красавчик, тебе и так, и так идёт, а мне хотелось спросить, как всё-таки лучше, поэтому напишите об этом в комментарии. И Аида написала, знает песню «Розовое вино», это тоже спасибо за реакцию. Посмотрим, что внутри, ну вот, видите, да, что у нас внутри. А внутри у нас видно, что всё по целлофанчикам такое, вот, в принципе, выглядит настоящее. Колбаска, сырок здесь, вот, ну, реальные грибочки, да, ну, кусочки прям видно, что грибы, кетчуп. Мне нравится, что насыщенно с сыром очень много, очень много сыра. Это говорит о том, что когда расплавится, это всё будет такое прям тянуться должно всё, это будет круто и классно. Колбаска настоящая, слава богу. Мне, опять же, нравится, что тесто, оно мягкое, но не сильно толстое. Это важно для меня, во всяком случае. И начинки, начинки прям хорошо. Состав, друзья, наверное, вы сами прочитаете, потому что, что я сейчас буду считать состав, да, там полвидео займёт. И он, ну, нормальный, там, в принципе, я посмотрел, натуральный всё. Рекомендации по приготовлению, очень важный момент. В духовом шкафу при температуре 180-200 градусов 10-15 минут. Здесь важно не отбегать далеко, и у каждого разная духовка, да, она всё равно, печка немножко разная, по-разному греет и так далее. Чтобы не писали про кота, да, опять скажу, повторюсь, потому что для многих это настолько важно. Мы вымыли стол после кота, это обязательно мы делаем. Вот, сейчас мы идём к духовке и посмотрим, что у нас за пицца. Прошло 10 минут, даже больше, больше 15, я, наверное, передержал. Маленько здесь видно, вот, здесь маленько передержал, но это уже мой косяк, как говорится, моя вина. А в целом, вообще, запах мне очень нравится. Здесь видно, что колбаски, они поджарили сырок, подплавился запах, такой возбуждающий прям аппетит. Сейчас мы вместе с вами попробуем, и всё-таки я хочу заглянуть, мне интересно потом заглянуть вместе с вами ещё раз в состав, прочитать, насколько соответствует. Очень такое всё мягкое, тянется так, как я люблю. Аромат неимоверно грибной прям чувствуется, и это мне очень прям льстит в пицце, когда грибной аромат, и он такой прям явный-явный. Смотрите, сырок вот таким вот образом тянется, я очень люблю, ну, понятно, что здесь моцарелла и простой сыр, и моцарелла, всё здесь есть. И очень мягкое тесто, то есть оно такое послушное прям. Тоненькое тесто, колбаска и бекончик вот этот сложенный, здесь даже в одном месте один на другой наложен, то есть его, ну, достаточно, я считаю, за 146 рублей, 335 грамм. Вполне нормальный вариант. Если посмотреть состав, тестовая основа, мука пшеничная, хлебопекарная вода, соль питьевая, естественно, да, масло подсолнечное, соль, дрожжи, хлебопекарный прессованный сахар, оригинальный томатный соус, вода питьевая, ветчина, свинина, соль, бла-бла-бла, сыр. Ну, в принципе, всё нормально здесь. По составу я считаю, что оно плюс-минус соответствует тому, что вот я кушаю. Мне нравится, когда они честно пишут, когда они не обманывают, потому что бывает иногда в состав напишут всего натурального, обидно прям, что это не мясо, это какие-то куски непонятно чего, имитация мяса, скорее, чем мясо. За последнее время, за последний промежуток времени, может быть, месяц, мы посмотрели вторую пиццу, именно белорусскую, молодцы белорусы. Кто там у них? Лукашенко же, да? Лукашенко! Вот этот типок мне так нравится, как Галкиного пародировал, похоже, всегда. Интересный дядька про картошку всегда ещё шутит, знаешь, Галкин, что они там картошку перебирают всей страной. Молодцы, в общем, ребят, мы и тушёнку смотрели вашу. Помнишь, у нас выиграла тушёнка, мы смотрели? Да, да. И тушёнку смотрели, и вот пиццу вторую уже кушаем, прям молодцы, ребят, хорошие продукты делаете. Следующий, что говоришь? Москвичей. Следующий мы хотим на сквичей, да, посмотреть, вот с Андрюхой решили. Мы потому что выбирали пиццу, смотрели, там тоже заманчивая упаковочка, интересно, что Москва делает. Также, ещё очень важный момент, друзья, подведу итог насчёт пиццы. 146 рублей, 335 грамм белорусы. Конечно, я иногда бы взял полакомиться такой пиццей, потому что она очень вкусная, на мой взгляд, всё здесь натуральное. Ну, опять же, это обывательский взгляд, потому что если профессионалы под лупой, да, будут смотреть, там сидеть. Я вот как простой потребитель говорю, что мне понравилось. Вопрос мой следующий для молодёжи. Для тех, кто сёрфит интернет. Кстати, вот Сергей написал, там видно по аватарке, что человек, он не молодёжь, то есть это взрослый чувак, который, ну, лет 40. И многие сейчас тоже в тренде, в теме, то есть знают, что происходит на Ютубе, потому что, как говорят, молодёжь сёрфит интернет. И вот вопросы эти, они, знаешь, как ещё иногда спрашивают, а надо ли это взрослым, да, вот то, о чём я говорю. Мне кажется, это даже может быть потому надо взрослым, чтобы знать вообще своих детей, чем они занимаются, да, чем они живут, что сейчас популярно. Даже не настолько, насколько именно интересна именно эта культура, а вообще хотя бы в теме быть маленько, потому что настолько клин вбивают между поколениями, знаешь, что они просто... Они молодые, да, но ты заметил, Андрюх, что они многие на разных языках говорят, я имею в виду терминологии, они не знают, что вообще, те смотрят, чем увлекаются. Поэтому следующий вопрос для многих может как задание прозвучит, а для многих вообще как сразу же, как откровение. Что значит вот эти вот фразы? Борщ, закусь, снимание. Просто расшифруйте мне, пожалуйста, как дурачку, да, это я шучу. Друзья, с вами был Олег Риммон, на канале Найди свой рецепт. Подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайки, пальцы вверх, нам очень нужны от вас. Активные вот эти вот, отвечайте на вопросы, потому что если не ответите, я ещё раз буду задавать, до тех пор, пока не ответите. И пишите ваши пожелания, что бы вы хотели видеть в эфире, обзор какого продукта, какие рецепты. Мы обязательно будем слушать ваше мнение, нам нравится именно, ну знаете, мы сами можем многое давать, что мы сами хотим, но всё-таки удовлетворять ваши тоже потребности. Всем пока!